Одной из тем общегородского совещания была помощь, сбор помощи для жителей, которые вынуждены покинули ДНР и ЛНР. Как это организовано у нас в Химках? Что уже успели сделать и что планируется делать? Химкинские предприниматели на сегодняшний день собрали более тысячи комплектов постельного белья, 150 обогревателей. Ресурсный центр принял более двух тонн гуманитарной помощи. Никто не остается равнодушными к этой тематике. И очень важно, что химчане поддерживают жителей республики ЛНР и ДНР. Также в администрацию Химок обратилось 73 беженца за финансовую помощь. Город оформляет все необходимые документы для того, чтобы люди эту выплату получили. К теме обращений, если об этом поговорить, здесь тоже об этом обсуждали. Как вообще в целом отрабатывает администрация эти обращения жителей? Как вы обрабатываете моих, я услышала, администрации и соответствующие службы? Я считаю, что вообще нельзя начинать работать, пока ты не прочел, как говорится, не послушал город, что тебе люди говорят, на что обратить внимание. Это сугубо операционные вопросы. Они должны быть решены до начала рабочего дня. Есть повторные обращения. Если люди один раз написали нам, что у них не убрано во дворе, второй раз написали, третий раз написали, ну это что, это игнорирование, так далее, как. И вот я таким обращением, повторным, отдельное внимание, отдельный акцент мой на них. Для меня непонятно, если мы все сделали хорошо, почему люди пишут слово, понимаете? Значит, видимо, мы что-то сделали неправильно, раз люди написали. Другой темой стал вывоз снега после обильной такой снежной зимы. Схватает ли у нас ресурсов? Может быть, сталкиваетесь с какими-то проблемами? Конечно, мы сталкиваемся с проблемами. Мы видим, что осадка выпала в несколько раз больше, чем в прошлом году. Мы вывезли вместо 30 тысяч кубометров снега 170 тысяч. Тем не менее, мы видим, что нужно готовиться и усиливаться не в два раза, а в пять раз. Обычно в Химках на линии работает 700 человек и 100 единиц техники. В этом году у нас работает 350 единиц техники и 1100 рабочих для того, чтобы обеспечить эту работу. Что мы с вами видим? Люди недовольны. Нужно выбирать лучше. Значит, рабочих должно быть полторы тысячи человек, а техники минимум 400 единиц. Но уже на сезон 2022-2023 года мы готовим, уже сейчас готовим вот такую инфраструктуру по содержанию города. У жителей, насколько я услышала здесь на совещании, что есть некоторые вопросы по поводу хранения снега в некоторых частях города. Мы видим, что есть земельный участок, на котором мы временно будем складировать снег. Но люди, дома которых непосредственной близости расположены с этим земельным участком, переживают. И на мой взгляд, справедливо. Реагент есть на дорогах? Есть. Снег будет таять, потом это будет все течь во дворы. Мы понимаем, да, что даже транзитные площадки сегодня желательно не размещать вблизи домов. Поэтому я сделал замечание своим коллегам из жилищно-коммунального хозяйства, попросил на следующей силе предусмотреть такие площадки, которые не будут мешать жителям и жители это не будут беспокоить. Еще одной темой стал кадровый вопрос, в частности, привлечение врачей к нам в округ. Какие сейчас существуют программы, какие запланированы, насколько успешно это все функционирует у нас в округе? Мы друзья с Владиславом Мирзоновым. Мы каждый день с ним на телефоне. И мы обсуждаем все насущие вопросы, которые есть. Сегодня он докладывал о том, что у нас не хватает 11 врачей. Но, тем не менее, стоит сказать, что только за последнее время в этом сезоне он привлек 37 человек на работу. Я очень рад, что эти люди остались у нас работать. Мы всячески оказываем всю необходимую помощь. У нас есть замечательная губернаторская программа, за что спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву. Это компенсация за съем жилого помещения. Врачи получают 20 тысяч рублей. Это серьезные деньги для компенсации каждой семьи. Заинтересованы работать в Химках. Все-таки Химки – это город с достаточно серьезной социальной инфраструктурой. Есть все, что необходимо для хорошей, качественной жизни. Это очень важно, что люди выбирают наш город.